всем привет давайте сразу ребят попрошу вас напишите в комментариях под этим видео какая для вас оптимальная крепость для настоек раз у нас только какие там фруктово-ягодные допустим всякие да или там из пакетиков в общем какая оптимальная крепость какую вы любите вот потом какая оптимальная крепость для белого и какая оптимальная крепость скажем так для выдержанных напитков в бочке и на щепи на кубиках вот мне это очень интересно для себя скажу так вот тут есть тоже некоторые нюансы к примеру вот всякие настойки по типу пакетированных да там же написано допустим в инструкции взять там самогон 40 процентов взять самогон 45 там 50 процентов все написано но опять же это все такое объемное и рассчитано на усредненный вкус потребителя но вкус то у всех разные как известно на вкус и цвет всех ломастер это разные вот я по себе скажу так я крепкий не люблю что выше 40 в принципе мне не нравится я люблю более такие легкие даже пускай он будет не 40 пускай даже будет 38 вот таких пределах я не понимаю тех людей которые делают там 50 60 там жахнут там стакан 2 и падают с ног на пол нет нет я такого не приемлю я такого не понимаю еще такое есть выражение заблуждения у некоторых что если самогон то он должен быть супер крепким варили валить но в нем должно быть градусов 70 но нет это уже пережиток прошлого нет вот такие настойки 38 40 процентов по крепости они прекрасно мягко пьются замечательно чудесно вот но есть еще одно но к примеру взять последний раз я делал третью перегонку односолного нью-мейка вот все было сделано на прямотоке первый второй перегон был сделан на прямотоке я делал третий перегон и у меня получилось я делал сразу до питьевой крепости в общей приемной емкости и у меня получилось питьевая крепость 50 я думаю ну что ж ладно попробуем посмотрим если что разбавим я попробовал выпил я снимал видео по этому поводу и я просто обалдел как это мягко вкусно и приятно это что там 50 это вообще вообще совершенно никак не ощущалось просто от слова совсем не как это было очень мягко это было приятно это было вкусно и вот здесь получается тоже нужно провести какую-то такую линию между вот этими всеми составляющими то что не обязательно крепость на стойке влияет на ее мягкости на ее резкость все еще зависит от того как произведена перегонка какое было сырье какая была брака какие были дрожжи ну в общем если все эти составляющие в купе скажем так поженились вот получилось хорошая вещь звезды все сошлись то и 50 градусная будет очень мягкая очень вкусная но это мое мнение так допустим фруктовые ягодные настойки из сочных ягод взять клубнику допустим да потом смородину черную красную там неважно вот вишню к примеру взять потому что опять же вопросы возникают людям лень смотреть видео листать вот в таких к примеру ягодах ягодах них очень много сока правильно да и пример примерное процентное содержание сока то без жидкости такие ягодах это где-то ну усредненный показатель 70 процентов то бишь когда мы с вами ставим настойку из к примеру спирта там 96 процентного которым мы получили ну допустим на сахаре вот то нам нужно разбавить спирт водой в таком соотношении что еще у нас плюс будет 70 процентов жидкости в ягодах допустим в одном килограмме ягод 700 миллилитров жидкости вот вот это нужно тоже обязательно учитывать а так как в принципе в ягодах содержится ну сахара ну там и кислоты и сахара то они сами по себе даже если у вас спирт может быть и жестковат они сами по себе смягчают сами по себе смягчают ваш напиток и он получится замечательный мягкий я делаю 35 40 вот такие вот к примеру настойки замечательно заходит просто великолепно отлично вкусно да есть люди которые любят там супер крепачок но это в принципе какие люди которым надо по-быстрому нажраться нахерачиться забалдеть упасть и все которые пьют не для того чтобы почувствовать вкус там отдохнуть как-то душой и тела а просто чтобы забалдеть нет об этом сейчас у нас речи быть не может к примеру даже вот на кубиках которые последний раз у меня был выдержан 4 месяца односолдовый дистиллят вот его наливаешь в бокал да и просто приятно сидеть вот по глоточку по глоточку вот так вот там без всяких там закусок без всего он мягок вкусен приятен он просто ну чудесный напиток получается хотя в нем 45 процентов но крепости но эти 45 процентов они не ощущаются ты выпил тебе приятно обволакивает рот это не то же самое что-то я выпил какого-то магазинные водки в которой 40 процентов тебе надо быстрее закусить потому что у тебя всего передернуло тебя вот обожгло там все нет нет здесь совершенно не так вот он 45 но ты выпиваешь ты ее не ощущаешь вот эту вот крепость тебе приятно тебе вкусно крепости тащается потом когда там где-то по пищеводу пошло или вот тут тебе там папа по голове ударил вот таким образом ты можешь ощутить уже до что напиток был то оказывается крепкий в общем как то так вот на что мне интересны ваши мысли по этому поводу очень интересно вот еще мне интересно какие мысли по поводу тогда вот этих приборов я думаю все знают что это такое это дефлегматоры такие холодильнички dimrota полнопроходные двухконтурные недавно у меня был видос на котором у меня был обычный режим под стил и в качестве холодоса выступал вот этот медный двухконтурный полнопроходной dimrota и он у меня получается вот таким образом работал здесь было где она где-то здесь было вот она здесь был носик у нас с отбором ночью вот таким вот образом это там все было да и шел отбор здесь стояла царга и тоже один подписчик написал ю-моё первый раз вижу что dimrota стоит вверху ногами ну дело в том что dimrota он работает и так работать и так на то он и принципе полнопроходной единственное да еще скажу что они двухконтурные двухконтурные в чем ну получается здесь в одном dimrota 2 dimrota здесь две пружины вот и получается два входа и два выхода два входа на внешние спирали и выхода уже с прямых трубочек и таким образом исходя из спрашиваю зачем такой мощный исходя из ваших потребностей сегодня вам мощи много не надо сегодня вы там работаете на какой-нибудь плитки там на 2 киловатт да вам ваще мощи много не надо вы можете подключить один контур только второй контур вообще не подключать все у вас будет работать один контур или внутренний и внешний по вашему выбору грубо говоря из двух dimrota будет работать один здесь поедину как я и сказал два dimrota вот вы можете подключить один если вам нужно увеличить мощность то бишь вы подаете больше киловатт и вам нужно их утилизировать то вы подключаете два или вы подключаете сразу два водичка у вас текет вот там с волосяночку и работает dimrota к примеру вот в последний раз когда я работал вот на этом dimrota вот это наглядно видно на видео я это показывал я подавал на тени три с половиной киловатта мощности ну пускай там какие-то потери да dimrota стоял вот таким вот образом и задействовано было всего лишь вот эти витки вот вот видите вот здесь вот такая там пупырышка тогда один пупырышек один виток от пупырышкой получается вот эта часть только вот эта часть вот она была задействована в утилизации вот этот весь остальной dimrota вот он практически не работал вот у нас идет у суда получается там витками витками вот так вот получается капельки бегут берут и они начинают бежать вот отсюда запас мощности просто супер великий так что по идее в принципе это вот трехдюймовый ну есть также и 2 дюймовые такие это вообще вопросов нету и по идее если мы берем двухконтурный то просто для того чтобы у нас был запас чтобы был запас если сегодня мы поработаем на одних мощностях завтра мы можем работать на более высоких мощностях запас у нас уже есть нам другого покупать ничего не надо все ну в принципе в таком плане потому что вопросы поступают но вы также вопросы задавайте если что я буду на них отвечать подключение у меня идет я подключаю воду на спираль подача воды идет на спирали сброс воды идет с ровной трубочки обратка подключение разных много я подключаю как я подключаю через тройник вот получается здесь у меня вход на 200 спирали я ставлю два шланга тройник из тройника получается уже пошла пошел один шланг на подачу то же самое я делаю с выхода два шланга тройник и один шланг на слив я подключаю таким образом пожалуйста можно подключить и другим образом подключений можно с подключением поиграться можно и кран игольчатый ставить тут полет фантазии безграничен по поводу вот это как я называю шляпа это тоже были вопросы вот это заменение углам то у нас идут получается углы вот они вот эти как углы колена там да вот это взамен них идет вот такая шляпа здесь вот он клампомут на полтора вот таким образом и можно его куда вашей душе угодно по поводу цвета тоже кто-то писал что-то цвет какой-то на нержавейку не похож не полированный да вот царха допустим полированная а здесь матовая почему матовая потому что эта технология дай бог памяти называется сатинирование это типа песка струйки то только стеклом вот а так это обычная нержавейка кстати очень достаточно удобная вещь вот такие вот штукенции потом еще да тоже так такие же матовые облегченные де диоптеры с тремя шпильками очень легкие облегченные вот эти три диопт три шпильки у меня таких три вроде диоптра да вот тоже очень удобная вещь самому кстати я показывал как или не показывал не помню с не показывал ребят напишите не помню так их от калибровать чтобы они были ровные потому что если какая-то сторона перетянута вы ставите допустим диоптер на к примеру на куб и кайта страна перетянута он уже у вас не в плоскости и дальше когда вы собираетесь собираете колонну она вас будет какую-либо сторону завалена ну тут в принципе все достаточно просто здесь обычной силиконовой прокладки стекло все это дело раскручиваем ищем ровную поверхность для этого вам поможет небольшой строительный уровень ну какой-то стол там или что в общем нам нужно ровная поверхность чтобы поверхность была в плоскости вот раскручиваем вы стадо восстанавливаем затягиваем от руки гайки ставим так и так уровень и смотрим в какую сторону подтянуть и начинаем подтягивать в принципе вот и все подтягивать нужно не до дури а то еще и стекло лопнет в общем все делать с умом там сложностей совершенно никаких интересные диоптеры облегченные вот по цене они получаются насколько я знаю дешевле чем вот эти вот с толстыми вот такими вот шайбами хорошая вещь ссылочки на все это оборудование я оставлю в описании под видосом проходите смотрите это компания мзбова так о чем еще так вот это вот это вот это вот вот этот каратыш это у нас вот вот таким образом это работает пожалуйста также можно для наглядности чтобы было по красоте для тех кто любит визуально наслаждаться вот мне тоже это нравится дим роты ставить в стеклянные царги ну это просто чисто для и статьи из эстетики для визуальной составляющей красоты а так вот царга все пожалуйста проблем совершенно нет никаких вот этот дим рот кстати я вот когда вчера позавчера недавно выкладывал видео я перегонял брагу увы я не могу подать великих каких-то мощностей по заявке производителя он утилизирует до 8 киловатт мне негде дома взять 8 киловатт в квартире да но я подавал на него 3 целых два десятых киловатта ох ребята это вообще для него просто он их но это семечки и это просто семечки я расчеты кстати показал по поводу там температуры воды и т.д. и т.п. так что мощь и сила все ну все друзья мои жду ваших комментариев подписок на канал обязательно лайков пока быть добро